какова причина происходящего в мире я считаю что мир делится на внешний и внутренний такие же процессы во внутреннем мире зеркальны внешнему и внешние процессы они идентичны тому что происходит у нас внутри допустим внутри у нас есть иммунитет и когда клетка заболела заболела наш иммунитет ее лечит когда много клеток заболели наш иммунитет лечит и вот иммунитет выступает в роли кармы, то есть стремящийся к уравновешиванию к уравновешиванию между одними здоровыми клетками и больными клетками, аналогично тому, как во внешнем мире карма уравновешивает то есть вселенная стремится к балансу внешний баланс мы называем карма, внутренний баланс мы называем иммунитет, и в мире все становится на свои места я обычно привожу пример притчи определенной очень четко подчеркивающей многие вещи в одной семье родился мальчик и родители его занимались духовными практиками и с детства приучили духовности эта семья жила в городе которая поддерживала духовные воззрения город находился в стране который культивировал всех кто занимается и идет по пути духовности а страна находилась на планете которая была замечательной экологичной и тогда у маленького мальчика все условия были успешными для того, чтобы он развивался беспрепятственно и он быстро добился духовности просветления состояния Бога приходит к Богу и говорит ну вот я достиг твоего уровня на что Бог ему отвечает да ты молодец а теперь родись в семье которая тебя не будет понимать семья будет находиться в городе который будет преследовать духовные воззрения город будет находиться в стране которая будет также препятствовать всем кто идет по пути духовности а страна будет находиться на планете которая будет далека от экологии вот тогда ты сможешь до меня добраться и вот о чем эта притча о том что только сильные души способны тренироваться в сложных воплощениях на сложных тренажерах как шахматисты для того чтобы быть более сильным шахматистом нужно играть с более сильным соперником и сейчас время сейчас эпоха в которой родились и которой рискнули воплотиться только сильнейшие души могло бы быть по-другому во вселенной во вселенной бесконечно вариантов и могло столько происходить сколько нашей фантазии но мы там где максимальная эффективность для эволюции нашей души на данный момент времени главное не потерять себя хорошо быть святым в горах удан но попробуй сохранить свое просветление на рыночной площади нестřit нестильностью на рыночной площади нестиль yok нестиль